Я Людмила, приехала из города Ростова-на-Донбасса. То есть недалеко от Сочи? Да. Ты давно наблюдаешь за Светланой Лавровой? Как ты выбрала ее среди такого количества мастеров? Как приняла решение приехать именно на этот ретрит, не на какой-то другой? Ну, со Светланой я из Ютуба познакомилась. И где-то с прошлого лета я увлеклась темой автономной жизни, питанием, напитанием, пронаредением. И стала изучать все каналы, какие только есть, всяких разных мастеров. Нашла Светлану, слушаю ее все видео, все ежедневные. Ну, я уже все там прослушала, переслушала. Мне очень зашло, потому что она дает, подает информацию не так, как все. То есть ты с какими-то многими мастерами пообщалась в взаимодействии? А со всеми, кто сейчас есть в эфире? С пронаредами, но известными, кто, допустим, вещает на Ютубе, да? Я как бы вот эти все темы... Почему в итоге вот что зацепило в ее контенте, в ее видео? Ну, у нее, во-первых, глубина. И у нее идет не просто информация, а у нее идут знания. То есть они у нее идут из глубины из нее, из-за изнутри. А как ты смогла это идентифицировать? Ты же не специалист? А я чувствую. Ты почувствовала. Я по вибрациям, я сразу человеку по вибрациям. И вот некоторые автономы, они не зашли вообще, я не стала. Ну, как, я посмотрела, я поняла, что там идет просто, ну, как сказать, теория. Теория, ну, почитали и делают это, как бы, с позиции именно физического тела. Мне это неинтересно. А Светлана? Ну, Светлана с позиции энергии, с позиции духа. То есть из глубины она это делает, соответственно, и это все может, как бы, случиться. Скажи, пожалуйста, почему тема автономии стала для тебя интересной? Почему автономия? Зачем тебе автономия? Ну, просто я так поняла, что для меня это самый простой путь своей реализации. Именно, и, именно через, то есть это совмещение и духовной, и физической реализации. То есть через тело раскрыть все, ну, силу своего энергии, духа своего. Вот, и стать сотворцом, то есть сотворцом своей жизни, реальности, созидать именно, ну, сотворять то, что я хочу. У тебя был какой-то краткий, короткий запрос, почему я сейчас возьму чемоданчик и поеду на этот ретрит? Да, я же просто так на ретриты езжу, и ближе, чем поехать к Светлане, ну, как бы, первая, когда я услышала про ретрит, у меня был такой, ну, праздник, от души пошла, прям, ну, первая реакция, да, резонанс. Да, что надо, что не надо. Это мое, мне туда. Да, время покорясь. Вот, потом включился ум. Ну, ничего, зачем тебе это надо? Да зачем ты, ну, лучше работать здесь? В общем, разные такие вопросы. Ну, я все-таки решила, думаю, встречу, там, Светлана, я думаю, поеду на встречу, мне важно посмотреть человеку в глаза. То есть ты поехала на живую встречу? На день, да, я две ночи в поезде провела, день в Сочи, на встречу, и потом поехала уже домой. Ну, когда я со встречи вышла, я сразу купила билеты, сразу оплатила брону, то есть я приняла решение с момента. И мне было важно даже не сама встреча, а как только я зашла, и мы встретились взглядами. Когда она стояла, встречала гостей, я встретилась взглядами, и я поняла, что это вот та энергия, то, что у меня нет. Итак, запрос на этот ретрит, как он звучал для тебя? Запрос, ну, у меня было несколько запросов. Ну, во-первых, там, прояснить определенную информацию по физиологии, по депривации сна, по тому, как все происходит, именно переход, именно физического тела, вот какие там реакции, процессы запускаются, а что, когда. Вот это я хотела выяснить, я получила ответы. Вот, и получить, именно, с тонкой, с духовной точки зрения, мне нужен был толчок, очень мощный импульс, чтобы именно утвердиться в этой позиции и понять, что я это завершу. То есть то, что я начала переход, переходить поэтапно, я это завершу. Вот, и это нужно, ну, именно человеку уже, который реализовался в этом. Насколько тебе удалось сместиться к цели, путь к себе от средства автономии, потому что автономия же это средство, да, это вот пояс, который нас может туда привезти. Удалось ли вот как-то продвинуться именно к цели, пока ты здесь? Ну, грубо говоря, ты же не поголодать приехал, да? Нет, помогло очень сильно, очень сильный импульс дал. Ну, во-первых, я утвердилась в своей силе, я утвердилась в своем могуществе. То есть, ну, в принципе, я как бы знала, что у меня много всяких там возможностей, много способностей, много всего открытого, ну, как внутри заложено. Но я этим не пользовалась, потому что я все время искала подтверждения со стороны. Ну, там, у того спросить, у того посмотреть, и я как бы соотносила. А так у меня, ну, как бы, соотносится с тем, что там у одного мастера, у другого. Ну, как бы собирала пазлы. Сейчас на ретрите у меня как бы вся картина собралась. То есть, у меня мощный колчок, и я прямо очень довольна. И внутренне у меня такой баланс, сбалансированность и утверждение, что я пойду дальше, и я уже, как бы, ну, буду пятиться назад. Сейчас на ретрите мы видим, что участники разные, и у всех разный опыт предыдущий. Кто-то что-то пробовал, кто-то только интересуется. И, возможно, люди, которые смотрят это видео сейчас, они тоже в какой-то своей точке находятся. И эти, эти точки разные, да, вот движение в этом пути. И кто-то, возможно, находится в процессе принятия решения, ехать ли на следующий ретрит. Ну, потому что, конечно же, мы надеемся все, что он будет. Чтобы ты могла этим людям сказать, что им могло бы помочь принять решение. Вот им сюда или им не сюда. Вот им, то, что здесь мы получаем, это поможет открыть себя? Или все-таки этим людям вот какое-то другое место лучше? Как бы ты могла это выразить? Я могу только из своего утра сказать, ну, как я, допустим, делаю, да. Я, прежде чем принять решение, я, как бы, слушаю на ютубе или, там, читаю про этого человека. И я чувствую энергетические, ну, ощущения. Я больше имею в виду, вот, кому это надо? Вот кому? Кто найдет здесь для себя и что найдет? В принципе, всем, кто ищет себя, это поможет. И это поможет, и здесь очень, как бы, Светлана дает очень много практики. И само поле ее, то есть она туда собирает и вскрывает именно то, ну, на что ты можешь даже не обратить внимание в себе. А она это видит, вскрывает и помогает. Может, даже это не совсем, как бы, приятно, слышно. Но, тем не менее, это очень полезно. Да, это не из приятных процессов зачастую. Всем, да, всем ищущим, да, то не потянуть все для кого. Давай поговорим про практики. Было много разных практик. Начнем с медитации, которую давала Светлана с гублем. Как для тебя это прошло? Какие впечатления, может быть, ощущения? Поделись, пожалуйста. Мне понравилась медитация с бубном, очень мощная. Ну, я погрузилась, я увидела клетку свою, но потом растворилась и вообще просто как исчезла. Я просто исчезла. Очнулась я, уже была полностью. Тебе удалось поработать со своими клеточками? Да, удалось. Ну, удалось, пока я была. Сознание. Сознание здесь я была, да. Потом я исчезла, просто меня ништало. Ну, это и не сон, и ничто. Такое ощущение, что я просто растворилась. И потом собралась в один момент, смотри, пол-восьмого. Вообще, а ощущение было, что я минут 15 пролежала. А сколько ты пробыла в этом состоянии? Получается, полтора часа. Полтора часа. Мы делали нейрографику. Это было для тебя впервые? Или ты до этого уже пробовала этот способ? Один раз я пробовала, меня приглашали. У меня дочь увлекается нейрографикой. Как-то случайно пригласила на их сессию. Я там тоже увидела, как она работает. Здесь я почувствовала. Как тебе обратная связь от Светланы? Вот то, что мы разбирали потом, каждый рисунок рассматривали. Да, Светлана необычно, нестандартно она расшифровывает нейрографику. Ну, не так, как нейрографист. Но она мне дала ту информацию, которая, в принципе, и очень точна. Именно то, что во мне происходит. Так она и раскрыла мою рисунку. Как движение по игре «Радуга» проходило с Ириной? Мы делали практику, игра «Радуга» – общее поле. И двигались своим намерением, попадая в те или иные состояния, как часть пути рассматривали. Ну, по игре я скажу, что очень точные. Я попадала именно на очень точные, что касается моих внутренних проработок, ступенечки. И мне это дало, в принципе, понимание. У меня как бы внутри была картинка, как оно всё. Но когда это ещё подтверждается, плюс ещё игру, и так ненавязчиво, и через группу, это ещё больше утверждает тебя на твоём пути и помогает. Да, мне понравилось своё сейчас замечание про ненавязчивость. Я, наверное, с ним тоже соглашусь. Есть этот момент в игре, именно в игре этот момент есть, как ни в какой другой практике. Абсолютно ненавязчивость, абсолютно какая-то свобода, в которой вот это всё проявляется. Кстати, в нейрографике я тоже это ощущаю. Да? Ты просто рисуешь с увлечением, и легко вот эти все проблемы твои, все развязываются. А потом через три дня, вот у меня на первой сессии всё было. Через три дня я даже ещё не дорисовала рисунок. Через три дня у меня уже пошли отдачи. Причём такие неожиданные, если я, допустим, от этого человека, я вообще такой не ожидала. Понимаешь, а это вот как подарки посыпались, при том, что рисунок недорисован ещё был. Я потом уже дорисовывала его постепенно. Вот я думаю, от этого, но от этого я тоже уже, от того, что мы прорисовывали свой путь к свободе, я уже его ощутила сразу, как-то как вышли с занятий. Оно даже на внутреннем состоянии, такая вот, лёгкость, уверенность, утверждение такое в своём, ну, в своём уме. Уже назад я не поеду, у меня уже не будет вот таких вот метаний. Мощная практика была с гвоздями. Расскажи, как это для тебя было, если можешь, есть желание поделись намерением, с каким заходила в практику, как для тебя, ну, как прошло вообще для тебя всё? Да, ну, тоже хочется, потому что пора, в первый раз стояла, ну, как я стояла раньше, но больше, там, двух минут вообще я не могла выдержать, вот. А сейчас, вот, благодаря Ирине, она вообще просто шикарный проводник, вот. Намерение было освободиться от своих страхов, тревог, от своих блоков внутренних. Намерение было освободиться от привязок к еде, вот. Ну, ещё от других привязок по жизни. Каких? Ну, там, личных. Личных, да. Личных. Отопий. Получилось. Сначала было больно, потом я вообще перестала чувствовать боль, когда вот соединилась с синдром Земли. И Ирина ещё помогла мне перейти в другую плотность, именно к той цивилизации, из которой моя суть. Вот. Вот я даже их увидела. В принципе, какие интересные, смешные. Вот. И они мне передали силу, я прям почувствовала. Они мне прям так с любовью, в общем, передали силу. То есть я теперь смогу к ним обращаться. За помощью, за ответами какими-то, вот, за силой, если надо. Очень сокровенные переживания. Это цивилизация лесная. Лесные такие вот. Жить или не знаю. В общем, они, вроде как и люди, но не люди. И выглядят под цвет деревьев. У них и кожа такая же. Фасонки тоненькие. Что уводишь с собой домой с ретритом? Ну. Копилочку в свою. В свою копилочку я увожу в свою силу. То есть я утвердилась в своей силе. Ну, это, в принципе, то, зачем я и нехала. Плюс у меня произошли некоторые осознания. Благодаря участникам ретритов. Просто такая у нас была. Так сказать, в камерном, в камерном такой ретритик. Очень дружественная обстановка. И очень интересные люди. И даже общаясь с участниками, я получила еще массу полезного, не знаю, для себя. Даже знания, не информация. И, которые тоже мне дали осознание. Осознание очень мощное. И утвердили. Очень круто я уволюсь с этой силы. На самом деле, да, встречи на ретрите, это одна из больших ценностей. Одна из больших ценностей. А как тебе баня? Баня вообще шикарная. Баня это, во-первых, банная церемония. Это уже какой-то подарок. У меня никогда такого еще не было. То есть именно, когда тебя парят пленниками. Бассейн вообще, теплая, дружественная обстановка. В общем, шикарно. Мне очень понравилось. Хотя я с 14 лет раз в неделю обязательно посещаю Паню. То есть для меня это, как-то, ну, постоянный, так сказать, процесс жизни. Но в такой обстановке и с такими вот банщиками, с такой компанией первый раз в жизни. Здорово, с вами просто превосходно, можно сказать. Спасибо тебе большое за отдых.